Друзья, в одной руке у меня яблоки, а в другой сахар. И если я хочу сказать, что у меня, допустим, много яблок или много сахара, я что должен использовать? Какое слово? Much или many? На самом деле, не одно и не другое. Ведь дело в том, что в этом случае я должен использовать a lot of. I have a lot of apples или I have a lot of sugar. Но как же much и many, спросите вы? Ведь это тоже много. Все верно, но чаще всего much и many мы используем в вопросах или в отрицаниях. Вернемся к нашему примеру с яблоками и сахаром. Два слова, much и many, наверняка не различаются, правда? Все правильно. Much мы используем для неисчисляемых существительных. То есть much это много для неисчисляемых, то есть которые мы не можем посчитать. Например, сахар. Вы можете посчитать сахар? Один сахар, два сахар? Нет, даже по-русски это звучит странно. Можно посчитать ложки сахара, кубики сахара, килограммы сахара, но не сам сахар. Именно поэтому мы говорим much sugar, много сахара. А вот слово many это много для исчисляемых. Например, яблоки. Одно яблоко, два яблока, три яблока. Мы можем посчитать яблоки, поэтому мы используем слово many. Ну, например, do you have many apples? У тебя много яблок? Или I don't have much sugar. У меня немного сахара. Запомнили? Отлично. Получается, что much many это для вопросов и отрицаний. Much для неисчисляемых, many для исчисляемых. А вот слово a lot of это много для утвердительных предложений. Причем неважно, исчисляемое, неисчисляемое. Мы можем использовать a lot of для всех существительных. И еще один нюанс. Порой мы можем услышать, что much и many используют в утвердительных предложениях. Ну, это не то, что ошибка, не то, что грубая, но так иногда говорят. Разговор на английский. А вот если вы перепутаете much и many, это уже будет на самом деле серьезная ошибка. Поэтому помните, что much для неисчисляемых, а many для исчисляемых существительных. Запомнили? Молодцы. Друзья, на самом деле есть еще несколько вещей, которые надо знать про much и many. На самом деле мы их можем усилить. То есть сказать так много, очень много. Допустим, so much, so many или too much, too many. То есть слишком много или так много. Ну, допустим, I have too many things to do. У меня слишком много дел. Или there is so much snow outside. На улице столько снега. А теперь, как мы скажем мало. Всего два слова. Few, little. Few для исчисляемых, little для неисчисляемых существительных. He has few apples. У него мало яблок. Или they have little sugar. У них мало сахара. Кстати, интересный момент. Few, little – это мало. То есть совсем практически ничего нет, явно чего-то не хватает. Но в английском языке можно поменять значение этих слов с помощью всего лишь одного слова. Артикля a. A few, a little. Если вы говорите a few, a little, уже получается мало, но все-таки есть. То есть значение положительное. Чуть-чуть, немного. Это более точный перевод. Если мы вернемся к яблокам, то, допустим, вы готовите яблочный пирог. Открываете холодильник, смотрите. I have few apples. У меня мало яблок. Few, то есть мало, явно недостаточно для пирога. Но, если вы скажете, I have a few apples, у меня есть несколько яблок. То есть их мало, но, скорее всего, их хватит для того, чтобы спечь там шарлотку или что вы там делаете. То есть few – это мало. Ну, допустим, нам, не знаю, одно-два яблока. А a few – это мало, несколько, немного, скажем, три или четыре, может быть, яблока. Это тоже будет a few. А little – a little работает точно так же. И, допустим, вы говорите, I have a little milk, у меня мало молока. То есть его недостаточно, скажем, там, на донышке осталось. Ну, никуда его не денешься, только если в кофе добавить. А если вы говорите, I have a little milk, то есть у меня есть все-таки немного молока, мне хватит его, чтобы, скажем, спечь там пирог или что вы там делаете. Поняли, да? Few – little – это мало. А a few – a little – это уже, скорее, немного, несколько, чуть-чуть, небольшое количество. Более положительное значение. Потому что few – a little – это уже мало, это, скорее, ну, прям совсем мало. Негативное значение, если так можно сказать. Так, и я уверен, что вы знаете еще два варианта, как сказать чуть-чуть, немного, небольшое количество. Есть два слова, которые обязательно нужно знать. Some и any. В чем разница? Some используется обычно в утверждениях, а any – в вопросах и отрицаниях. Например, I have some questions, у меня есть вопросы, то есть какие-то вопросы, немного вопросов, там, несколько вопросов, да? По-русски мы даже так не говорим, просто вопросы. Do you have any questions, у тебя есть вопросы, то есть есть какие-нибудь, хоть несколько вопросов? Или же I don't have any questions, у меня нет вопросов, нет никаких вопросов. Опять же, пример может быть не очень удачный, потому что в русском мы вообще не используем дополнительные слова, просто нет вопросов. А вот в английском нужно сказать some или any. Чаще всего именно так это звучит. И так как это английский язык, наверняка есть исключения. Да, они есть. Слово, some можно использовать в вопросах, когда мы что-то просим или предлагаем. Например, can you give me some water, please? Можешь дать мне немножко воды? Или ты мог бы мне дать воды? Или же, would you like some tea? Ты бы хотел чаю? Вот они, вопросы. Мы предлагаем или просим что-то, используем слово some. А any можно использовать в утверждениях, когда имеется в виду любой. Предположим, any person can do that. То есть любой человек это может сделать. То есть any, любой, вот оно утверждение, слово any мы использовали. Друзья, если условно на графике расположить эти слова от малого количества к самому большому количеству, то можно примерно это сделать следующим образом. Исчисляемое существительное. Начинаем со слова few, это мало. Дальше a few, это уже немного, несколько, некоторое количество. Дальше some, any, это примерно то же самое, тоже немного, несколько, чуть-чуть. Потом уже идет слово many или a lot of, это значит много. И слишком много, так много, so many или too many. Для неисчисляемых мы начинаем со слова little, это мало. A little, это немножко, чуть-чуть. Some, any, то же самое, немного, чуть-чуть, некоторое количество. Дальше much, a lot of, это значит много. И в конце so much, too much, слишком много, так много. Ребята, я понимаю, что одно дело, это смотреть видеоролики с правилами на английском языке, а другое дело, это пытаться их использовать в речи, где нужно быстро соображать, что сказать, поставить еще правильную грамматику, всякие артикли, времена и так далее. Это на самом деле очень непросто. Поэтому напоминаю, что вы можете начать заниматься в нашей школе английского языка English. Прямо сейчас перейти по ссылке в описании к этому ролику. С вами будет заниматься профессиональный преподаватель, подберет методику, учтет ваши цели, пожелания, ваши какие-то особенности, может быть. Это все будет учтено, и вы постепенно пойдете к вашей цели, свободному общению на английском языке. Еще раз напомню, в описании к этому видео есть ссылка. Переходите, выбирайте любой пакет занятий, оплачивайте, и вас ждет подарок. Для всех новых учеников, если вы введете промокод ALEKS, получите еще три урока бесплатно. Переходите, занимайтесь. Друзья, на самом деле в английском языке, кроме much, many, a lot of, some, any, есть еще слова, которые можно использовать для того, чтобы посчитать что-либо, не используя цифры. Например, слово several. Several — это немного и несколько для исчисляемых существительных. Например, I have several books in English. У меня есть несколько книг на английском языке. Several, запомните. Дальше, что еще есть? Еще есть классное выражение, точно такое же, как в русском. A couple of. Это значит парочка. Слово couple, a couple — это пара. И парочка — это значит, ну, несколько, немного, ну, парочка, да? Две-три вещи. Допустим, they have a couple of great ideas about our project. У них есть несколько классных, несколько, да? Парочка классных идей по нашему проекту. Запомните, a couple of — это парочка. Очень классное выражение. Just think, a couple more days and we'll be back home. Дальше, кроме a lot of — много, есть другие слова, которые имеют точно такое же значение. Синонимы. Plenty of, lots of, loads of, tons of, a great deal of. Это все переводится одинаково. Много или очень много. Допустим, we have plenty of time. We have lots of time. We have loads of time. We have tons of time. We have a great deal of time. У нас масса времени. У нас очень много времени. А сейчас два продвинутых выражения для тех, кто хочет блеснуть знаниями английского языка. Как еще сказать много, очень много на английском языке? Две фразы. Number of или amount of. То есть это просто много-большое число. И перед ними ставится какое-то еще слово. Например, a large number of. Или a great number of. Или a huge number of. Или a big number of. То же самое происходит с amount of. Разница в том, что number of это для исчисляемых существительных, а amount of для неисчисляемых существительных. Например, A huge number of cars was parked there. Там было припарковано огромное число машин. Или He spends a great amount of time reading books. Он проводит массу времени за чтением книг. И чуть не забыл. Без этих слов вообще никуда. Как сказать Он съел все конфеты. Или я посмотрел все фильмы про Гарри Поттера. Слово all. Да, слово all это все. Мы же его можем использовать для того, чтобы что-то посчитать, так скажем. Все просто. Допустим He has eaten all the sweets. Он съел все конфеты. Или же I have watched all the Harry Potter movies. Я посмотрел все фильмы про Гарри Поттера. А если сказать, что Он съел большую часть конфет. Или же Я посмотрел большинство фильмов про Гарри Поттера. Как это передать в английском языке? Все просто. Слово most или most of. Да, это большинство, большая часть чего-то. He has eaten most of the sweets. Он съел большую часть конфет. Или I have watched most of the Harry Potter films. Я посмотрел большинство фильмов про Гарри Поттера. А если же мы говорим Он съел достаточный конфет. Больше ему не давать, да? Или я посмотрел достаточный фильм про Гарри Поттера. Ну, не заинтересовало. Я посмотрел два. Ну и хватит. Больше мне не интересно. В этом случае мы используем слово Enough. Enough это Все. Хватит достаточно. Достаточное количество. He has eaten enough sweets. I have watched enough Harry Potter films. Если вам что-то предлагают, А вы больше не хотите, скажем. Больше кофе не хочу. Чаи. Тех же конфет. Все. Достаточно. Так и говорите. Thanks, that's enough. Или Thanks, enough. Спасибо, достаточно. That's enough. He's ready to talk. Кстати, если вы поели конфеты, те же самые, да? И они были вообще невкусные. То есть ни одна вам не понравилась. Можно использовать слова No или None. Ну, допустим, у нас нет конфет. We have no sweets. Да, no ставится перед существителем. We have no sweets. А если же вы говорите Ни одна из конфет не была вкусной. Ну, вообще ужасные конфеты. Больше их никогда в жизни не буду есть. Мы используем уже None of. None of – это ни одна из. None of the sweets was tasty. Да, none of the sweets. Ни одна из конфет не была вкусной. Причем заметили, да, что в русском у нас два отрицания. Ни одна из конфет не была вкусной. Ни одна не была. Но в английском только одно отрицание. None of the sweets was tasty. Запомните. Друзья, если вы любите тренировать понимание на слух английской речи, переходите по видео. Внизу кликайте. Это разбор трейлера к фильму «Матрица». Очень классный материал. Всем рекомендую. Переходите и занимайтесь.